Каждую неделю герои нашего проекта отправляются в путешествие. Они даже не догадываются, куда их забросит судьба. Может быть в космос или еще дальше. Все решит игра «Камень-ножницы-бумога». Такое же название встречается и в Гродненской области, и в Пуховичском районе Минской. Так, наверное, вверх головой нужно стоять не один час. С тыльной стороны дом выглядит не так симпатично, как с фасада. Чтобы найти православный храм в Солох, нужно сильно постараться. Все заросло травой. Прям какой-то вау-эффект я не испытываю. Быстро переоделся в парадный костюм, вышел и сказал «Здравствуйте, я Франтишек». Любоваться. И будут этому процессу мешать комары. Привет, это «Камень-ножницы-бумога». Знаете ли вы, где в Беларуси было заключено перемирие в годы Первой мировой войны? И это не Брест-Литовск. Подскажу. В этом местечке находится храм, похожий на замок принцессы. Все ответы дальше. Сегодня в путешествие отправятся. Олег, начинающий блогер, поставил цель объехать все города Беларуси. Обладает тонким чувством юмора и аналитическим складом ума. Ироничен, но дружелюбен. Даша, веселая и общительная. В путешествии пользуется принципом «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Легко находит общий язык со всеми, кто встречается ей на пути. Привет, Даша, привет, Олег. Привет. Начнем с загадок. Где находится место, которое попало в фильм «Черный аист» Виктора Турова? Сдаемся. Вторая загадка. Какой белорусский агрогородок называется точно так же, как древний греческий город? Афины? Нет. Салоники? В Греции есть город? Очень близко. Салоники, конечно. Давайте сыграем в «Камень, ножницы и бумага» для того, чтобы выяснить ваши сегодняшние маршруты и ответы на загадки. Камень, ножницы и бумага. Раз, два, три. О, Солы, я была близка. Салоники. А как город греческий? Так он называется, Солы. Солы, да. Он полный тезка. Свислыч. Могилевская область. А я думал, в Гродненской. В Гродненской области тоже есть Свислыч. Но там город, а здесь сагрогородок. Прикольно. Надо посмотреть фильм. Поехали? Поехали. Я отправилась в Солы. Название очень колоритное, как мне кажется. Что-то такое Солы. Та-та-та-та-та-та-та-та. Солы. В переводе с Балтского это остров. Именно с него когда-то начинался населенный пункт. И говорят, здесь до сих пор остается много чего интересного. Давайте смотреть. Солы. Солы. И Вика, и интернет обещали мне в Солах костел неописуемой красоты. И не обманули. Храм Девы Марии Розари действительно впечатляет. И где-то он даже напоминает замок принцессы. Интересно это место и историкам. Мало кто знает. Но именно здесь было подписано соглашение договор о перемирии между Германией и тогда уже Советской Россией во время Первой мировой войны. И уже через 10 дней после этого в Брест-Литовске договор получил официальное значение. Неизвестен он как Брестский мирный договор 18-го года. Его архитектура необычна и непривычна. Я таких не видела. Он абсолютно асимметричен и правда как будто бы так сплетен из кружевов. Я, конечно, читала, что храм известен своими фресками на то, что это в таких объемах и масштабах. Мне кажется, что здесь буквально 50% всего пространства, всех стен и потолков – это фрески. И я не знаю, сколько нужно было сил и ресурсов, чтобы их здесь нарисовать. И, кстати, насколько мне известно, все убранство храма сохранилось с первого дня его жизни. Единственное, некоторые фрески немножко обновляли краску. Но это чисто такой технический момент. Все остальное – это вот вековая давность. Конечно, чтобы рассмотреть все фрески и распознать все сюжеты, так, наверное, верх головой нужно стоять не один час. Это сложновато все-таки. Шея затекает. И вот еще одна гордость храма – это старинная икона Остробрамская. И, подойдя к ней ближе, я удивилась, насколько много здесь украшений, это дары людей, которые получили помощь или исцеление от иконы. Вот я и прибыл – Свислыч. Пока это единственное, что готов вам рассказать. Айда ознакомиться с агрогородком. Но, думаю, вы догадались, откуда у Свислыча такое название. С происхождением названия агрогородка Свислыч все довольно просто. Он назван в честь реки Свислыч. Вот она, на берегу которой и расположен. Агрогородок Свислыч – не единственный населенный пункт в Беларуси, который носит такое название. Насколько я помню, такое же название встречается и в Гродненской области, и в Пуховичском районе Минской. Да, вроде все вспомнил. Вообще, наша программа уже посещала Свислыч, но город. И поэтому я сейчас достану свой телефон и воспользуюсь интернетом. Посмотрю, что именно там нашла Лена Ковалева, которая, собственно, и посещала тот город. И попробую найти что-то похожее здесь. Итак. Визитной карточкой города Свислыч местные жители называют вот эту аллею памяти, которая находится на бульваре возле центральной площади. Здесь установлены памятники таким известным политическим и военным деятелям, как Кленину, Траугуту, Калиновскому. В отличие от города, тут нет аллеи славы, где множество бюстов, но есть такой монумент в память о погибших во время Второй мировой войны. Свислыч неразрывно связан с именем известного государственного деятеля Тышкевича. В период его управления, начиная с 1778 года, город буквально расцвел. Здесь появилась базарная площадь, театр, зверинец, парк и, конечно, губернская гимназия. И еще одна достопримечательность Свислычи. Ну, старинных гимназий я тут не нашел. Нашел просто школу и детский садик через дорогу. А где их нет? Конечно, достопримечательностей там меньше, чем у тезки, но, тем не менее, есть на что посмотреть. В путеводителях еще отмечают как достопримечательность церковь Святого Николая. Построена она была в 2012 году. Новое сооружение. Из тех же путеводителей можно узнать, что здесь и ранее стоял Свято-Никольский храм, построенный в 1870 году из дерева, но сгоревший в 1930. Все заросло травой. Прямо какой-то вау-эффект я не испытываю. Но в большей степени туристы приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть красивейшее старинное здание усыпальницы. Прекрасный вид. На первый взгляд, и не скажешь, что в Солах когда-то бушевали нешуточные политические страсти. В 20-х годах прошлого столетия в Солы вошли в мини-государство под названием Средняя Литва. Страна эта просуществовала года полтора. Но это еще не все. Именно в Солах было подписано перемирие в годы Первой мировой войны, после чего были прекращены все боевые действия на Западном фронте. Вот так вот небольшая деревушка Солы вошла в большую историю. Когда слышишь замчища, хочется найти большой земляной вал и руины замка на нем. Вал я нашел. Свислощ – одно из древнейших поселений Беларуси. И поэтому неудивительно, что здесь есть свое городище. Вот, даже камень это подтверждает. Фух, сейчас я его вам покажу, только поднимусь на горку. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Ага. Что я вижу? Руины. Все заросло травой. Прямо какого-то вау-эффекта я не испытываю. Но пойду посмотрю. Благо тропинка тут протоптана. Конечно, хотелось бы, чтобы это были руины замка. Потому что место это называется замчища. Но нет, увы, это просто остатки былой хозпостройки. Не так романтично, не так антуражно. Но, тем не менее, что есть, то есть. Видно то, что при строительстве использовался как обычный кирпич, так и булыжники. Это, пожалуй, все, что я могу сказать об архитектуре этого сооружения. Вообще, раньше тут проходила граница Минского княжества. И тут стоял деревянный замок, который, к слову, археологи обнаружили в середине нулевых. Все. А еще вот здесь снималась одна из сцен фильма Виктора Турова «Черный аист». Ночью и рассвет. Светло и неспокойно. Собаки завыли. Ну, а тут уже чувствуется то, что я на замчище, то, что я на возвышенности. И передо мной открывается такой прекрасный вид. На свистлость с одной стороны, и на то место, где она впадает в березину, с другой. Прекрасный вид. Правда, заросло все деревьями. Ну, это прямо фантастика. Конечно, все уже заросло, слишком много деревьев. Но такое раздолье. Есть еще одно здание недалеко от Сол, похожее на замок. Мне так показалось. Сразу в километре от Сол за железной дорогой в деревне Ивашковцы раскинулось старинное кладбище. Говорят, здесь есть захоронение воинов еще с Первой мировой войны. Но в большей степени туристы приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть красивейшее старинное здание усыпальницы. Это не только усыпальница, но и часовня. Здание построено в начале 20 века, и, по мне, выглядит оно еще более старинным. Кстати, пока не был построен основной костел в Солах, все прихожане ходили молиться сюда. Часовня-усыпальница, она совсем небольшая по размеру, и чтобы ее рассмотреть снаружи, требуется не так много времени, и вот мне захотелось попасть внутрь. Часовня сейчас закрыта, и, кстати, замок – такая интересная конструкция. Чтобы его открыть, нужна специальная ручка, и находится она, судя по всему, у кого-то из старожилов поселка. Жаль. Тем не менее, всю атмосферу вот этой усыпальницы-часовни и весь антураж я прочувствовала. Интересно отличается оформление окон на первом и втором этажах. Чтобы найти православный храм в Солах, нужно сильно постараться. С тыльной стороны дом выглядит не так симпатично, как с фасадом. До сих пор историки спорят, был ли в Свислыче замок. Он действительно был веке так 11-м, но был не каменным, а деревянным. И, как это часто бывает, был уничтожен пожаром. А вот то, что вы видели, это руины хозпостройки 19-го века. Они стали декорациями в фильме «Черный айс» Виктора Турова. Едем дальше. Одна из самых главных достопримечательностей агрогородка — это дом. Даже проезжая Свислыч проездом, сложно будет не заметить вот этот вот дом. Дом Яцко, который, как несложно догадаться, назван в честь семьи, которая владела им когда-то. А сейчас тут магазин. Это можно понять и по вывеске, и по такому яркому оформлению входа. Принадлежал он Василию и Анне Яцко, но был построен их детьми в благодарность за то, что вывели их в люди. Хорошая благодарность. Не спорю. Надо взять на заметку. Ой, видно то, что заделали окно и деревянная пристройка. Ну да, как-то с тыльной стороны дом выглядит не так симпатично, как с фасада. Наверняка это самый старинный дом, который сохранился в агрогородке. Выглядит он, конечно, интересно, но только с фасада. Интересно отличается оформление окон на первом и втором этажах. На первом это такое витиевато, что-то такое богатое, красивое, а на втором просто что-то наподобие скобочки. А еще я из интернета узнал то, что хозяева в свое время выносили на этот единственный, к слову, балкон патифон. И все дети вокруг собирались и слушали музыку. Солский православный храм, как по мне, здание уникальное. Я такого храма еще не видела. Чтобы найти православный храм в Солох, нужно сильно постараться. Во-первых, он располагается в необычном для церкви месте, а во-вторых, выглядит весьма интересно. Трехэтажное кирпичное здание увенчано небольшим золотистым куполом. Все дело в том, что располагается храм в бывшем здании мельницы. Построено оно было в конце 19 века, а уже в 2005-м передано православным. И с тех пор здесь проходят службы. И, честно говоря, мне здание напомнило где-то даже хрущевку. Такую маленькую, не пятиэтажную, как мы привыкли, но трехэтажное. Но вот эти вот кирпичи и, в принципе, строение, но вот купол, который, кстати, поместили там в 2011-м, уже окончательно дает понять всем, что это действительно храм. Возле храма находится железная дорога. И явно тот, кто путешествовал по маршруту мимо станции Солы, видел в окно необычную церковь. Мне кажется, сегодняшние здания были самые легкие. Да, сейчас в бывшем доме Яцко находится магазин, и, понятное дело, что никто туда без денег не ходит. Так же, как и в Солскую церковь, уже никто не приезжает с мешками с зерном. И мало кто помнит, что раньше там была мельница. Вот такие вот зигзаги истории. Быстро переоделся в парадный костюм, вышел и сказал, здравствуйте, я Франтишек. Любоваться. И будут этому процессу мешать комары только, которых здесь очень много. Здесь находится тайник Богушевича. В 20 километрах от Свислоща находится деревня Казимирово. И вот знак, подтверждающий этот факт. И тут же находится та достопримечательность прямо на въезде, которую я и ищу. Тут за деревьями ее пока не очень видно, но подойдем поближе. Костел Святого Юзефа. Построенный в 1903 году, как можно заметить, из дерева. Закрыто. Внутрь попасть не получится. Остается только ходить вокруг и любоваться. И будут этому процессу мешать комары только, которых здесь очень много. Как же там было много комаров. Находиться там – это целое испытание. Наверху крест, который покосился уже от времени, скорее всего. Я вообще не так часто встречаю деревянные костелы. Наверное, единственное, что я могу вспомнить – это костел в Дзержинске. И хочу отметить то, что ввиду специфичности расположения, этот костел не так популярен среди туристов. Рядом с костелами я обнаружил надгробные плиты, на которых были надписи на «Польске». Кладбище старинное. Это подтверждают вот эти надгробные камни. Польские. И, судя по датам, конца 19 века. Но как польский? Как выяснилось, это не тот польский, на котором говорят поляки. Просто дело в том, что местные владельцы этого имения считали сами себя поляками и разговаривали на польском, писали на польском, но при этом не знали литературного польского. Они писали с ошибками. И можно сказать, что это своеобразный диалект на этих плитах. Очень необычная форма в виде дерева. Без сучков. Просто ствол голый. Не могу ничего разобрать. Стволиком, кроме... Да, 1892 год. Имение в Кушлянах семейство Богушевича выкупило еще в 1759 году. У них в распоряжении было целых 300 гектаров земли и 130 гектаров леса. Представляете, да? Ну а сам Богушевич провел здесь лишь последние годы жизни. Говорят, что несмотря на знатность своего рода, Богушевич был человеком простым, спокойно общался с крестьянами и сам любил носить обычную крестьянскую сорочку. И с этим даже связана одна забавная история. Он был еще и адвокатом. И к нему в этот дом часто приходили клиенты на консультации. Адвокатские. Как-то раз в дверь Богушевича постучал высокопоставленный гость и сказал «Пригласите, пожалуйста, Франтишка». Поэт был одет как раз в ту самую крестьянскую сорочку, как-то неподобающе так встречать гостей. Сказал «Сейчас позову». Быстро переоделся в парадный костюм, вышел и сказал «Здравствуйте, я Франтишек». В музее можно увидеть, как жил Франтишек Богушевич, как выглядел его дом изнутри, сколько было комнат, как он отапливался, как выглядела гостина. Некоторые предметы мебели сохранились вот именно те, которыми пользовался поэт. В доме было шесть комнат. Все они проходные. Здесь когда-то находилась спальня, а вот гостиную реконструировали. В основном восстанавливали по фотографиям или воспоминаниям внучки. А вот этот комод – тот, который действительно был в пользовании Франтишка Богушевича. И вот главные символы творчества Богушевича – смык белорусский и дудка белорусская. Конечно, здесь в музее есть и рукописи поэта, и по ним видно, что белорусский текст он писал латиницей. Разобрать очень трудно по рукописи, практически невозможно лично мне, но тут есть и печатная версия. Вот смык – текст смыка латиницей. Просторы, которые ты видишь, приезжая в эту усадьбу, просто необъятные. Мне кажется, что отдыхать и жить там Богушевичу было очень хорошо и комфортно. И я понимаю, почему именно там он решил построить дом. Пройдя метров пятьсот от дома вглубь леса, я увидела камень. Здесь находится тайник Богушевича. Под этим большим камнем он прятал свои рукописи. Теперь камень Богушевича – это памятник и охраняется государством. Привет, Даша. Рассказывай, как съездила. Ради чего стоит поехать в Солы? В Солах вы увидите самый, один из красивейших костелов. А это правда, что там на фресках изображены тоже политические баталии? В Солах изображены баталии. И недалеко от Солы есть и дом, и музей Францишка Богушевича, тоже очень интересное место. И даже есть его тайник. Я проверяла, пока там больше никто ничего не прячет. Олег, чем отличается Могилевская с Висловича от Гродненской? Ну, начнем с того, что в Могилевской нет памятника Сталева, нет старинной гимназии, есть только обычная школа и садик. Но есть интересный дом, дом Яцко, который начал 20 века, и замчища. Это был проект Камень-ножица-бумага, но что 300 заранее не знают, куда же их забросит судьба. Может быть, на Марс, Венеру или в Америку. Все решит игра Камень-ножица-бумага. Пока. Солы. В переводе с Балтского это остров. Именно с него когда... А еще в этих руинах снимал одну из сцен. В 20 километрах. О, все. Только включил мотор.